До сих пор мы радовались небывалому экономическому росту и восстановлению экономики. Однако новые цифры, опубликованные Департаментом статистики, вряд ли порадовали жителей страны. Инфляция в августе составила 5%, а по сравнению с июлем индекс цен вырос на 0,7%. Половина этого роста обусловлена ростом стоимости в двух товарных группах – электроэнергии и моторного топлива. Биржевая цена на электроэнергию выросла на 40% по сравнению с прошлым годом, и это новый рекорд. Это объясняется несколькими факторами. Погода не способствовала производству зеленой энергии, а производство энергии из традиционных источников теперь обходится дорого. Растут цены на газ, уголь, древесину. К тому же подросла и стоимость эмиссионных квот. Ускорение роста цен было предсказуемо. Мы уже раньше видели, что цена энергии растет. И если смотреть будущее, то и в ближайшие месяцы она останется на таком уровне. Так что и уровень инфляции в предстоящие месяцы сохранится на таком высоком уровне. Причем, как сообщили в Вести энергия, ожидать снижения цен на энергоносители не приходится. Вскоре заметно подорожает газ. Далее остается ждать зимы. Если она будет холодной, то рост цен может оказаться еще более значительным. Некоторые специалисты напоминают, что столь высокая инфляция вызвана тем, что в прошлом году многие товары и услуги подешевели, а теперь с ростом экономики они возвращаются к прежнему уровню. Однако, если смотреть на месячный рост, то эксперты говорят о том, что цены выросли практически на все. Теперь у населения оказались и значительные средства, полученные в второй пенсионной ступени. Часть из них уходит в потребление, что также может подстегнуть инфляцию. В ближайшие месяцы быстрый рост цен продолжится. В целом, за год цены вырастут примерно на 3%. Ведь в начале года инфляция не была столь высокой. В следующем году инфляция не будет столь высокой. Частично такая высокая цифра объясняется тем, что год назад начался коронакризис, и многие предприятия закрылись, а цены упали. Справедливости ради скажем, что высокая инфляция, которую они видели в последние десятилетия, характерна не только для Эстонии, но и для многих европейских стран. У нас объемы производства уже превысили до кризисный уровень. Однако во многих странах они просто не отвечают растущему спросу. К тому же экономика Европы сильно зависит от наличия компонентов и частей, которые производятся не здесь, а в азиатских странах. Логистические связи начали восстанавливаться, однако появление новых штаммов коронавируса нарушило этот позитивный процесс. В итоге мебель за год подорожала на 12%, поддержанные автомобили на 11%, стройматериалы на 7%. Несмотря на отсутствие зарубежных туристов, растут и цены на размещение, услуги отдыха и развлечений, а также зарубежные турпакеты. Завтра Министерство финансов обнародует свой обновленный прогноз, который должен лечь в основу формирования проекта бюджета на следующий год. Но пока специалисты Министерства опасаются, что рост цен будет продолжаться. Александр Цукерман, Петр Юлевайн. Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Министерства финансового центра. Продолжение следует...